Привет интернет, с вами Илья, это Игры День и наши ежедневные новости мобильных игр. Сегодня хочу сказать о крутой гололомке, которая обновилась за последнее время, так что жми лайк и поехали! Речь пойдет о игре Hardbox, и это мобильная гололомка, которая лично мне очень нравится. Это игра гололомка, в которой мы играем за робота Робби, и задача наша это подзарядиться и пройти на следующий уровень. Так уж случилось, что по истории игры профессор Крыс создал интересного робота, но наделил его славой батарейкой, из-за чего теперь нам нужно постоянно подзаряжаться. Теперь мы участвуем в безумных экспериментах и вынуждены проходить массу уровней, чтобы освободиться от зарядного устройства. Вообще вся прелесть игры в том, что тут реально очень много уровней, различных приспособлений и головоломок, и это на самом деле замечательно добавляет интересу. Тут также есть сюжет, что тоже редкость для мобильных игр, и помимо этого здесь сами люди создают локации, и таким образом в игре реально много уровней. Тут мы и сами можем творить и создать свои уровни, и пополним тем самым онлайн базу этой игрушки. Также в игре на самом деле полно скинов, других возможностей в персонализации, так что можете создать своего уникального персонажа и выглядеть по-особенному. Ну и еще на самом деле, что мне нравится в этой игре, это когда то, что здесь есть сюжетка, а также наличие заставок, и таким образом по мере прохождения нам открываются эпизоды этого мультика. На самом деле это здорово, сам мультик тоже нарисован по-моему очень даже классно, и тем самым появляется мотивация все это дело проходить. Ну, так вот, игра на самом деле обновилась, недавно было добавлено еще три новых игровых режима для всех уровней в этом проекте. Тут есть такие режимы, как не разрядись, нам нужно поставить Робби на зарядку, пока его батарейка не разрядилась, есть режим выживания, где мы должны сбивать и уворачиваться от самонаводящихся реактивных боксерских перчаток профессора крыса, а также режим искупай уточку, и теперь утка здесь в общем-то должна искупаться. Все это уже доступно для нас, так что если давно не заходили в игрушку, то самое время ее вновь опробовать. Более того, игру сейчас можно оценить не только на мобильных девайсах в магазине приложений, но она еще и появилась во Вконтакте, и тем самым можно поиграть через социальную сеть. Игрушка на самом деле великолепная, одна из моих любимых, так что вам тоже советую попробовать, уверен понравится на все 100%. Короче, все ссылочки в описании, попробуйте и напишите в комментариях, как вам игра, интересно узнать ваше мнение. Ну а так, у микрофона был как всегда Илья, и увидимся уже в новых видео, так что до встречи, пока.